Владимир Вольфович не только блестящий политик, ну, пожалуй, Жириновский это уже давно бренд, трейдмарк, когда произносишь только фамилию Владимира Вольфовича, нет человека в России, который не знает кто это, но Владимир Вольфович один из самых тонких и глубоких знатоков Турции, Азии, геополитики. Владимир Вольфович, вот хотел такой вопрос задать, сейчас как раз Сергей Викторович Лавров находится в Турции и много об этом будет информации сегодня и завтра, как вы видите вот эту проблему Турции, Сирии, куда мы движемся, где опасности, чего нам ожидать? Ну, мы с турками сотрудничаем, поскольку у турок все-таки легкая антизападная направленность, они их не принимают в Евросоюз и они озлоблены. И у них единственный реальный союзник только мы, ибо Сирии они враждуют, они уже у Сирии забрали Александрский Санджак, область, то, что сегодня называется по-турецки, Искендерун, это сирийская территория. И что вот с ним забрали бы еще вот северо-западную часть, где у них лагеря для беженцев, Идлиб провинция, вот, и может быть даже и, значит, забрать у Ирака северную часть, Киркук, так сказать, Масул, там где проживают курды и там очень много нефти. То есть у них желание частично восстановить Османскую империю, но они словом империи не называют, а Османская Турция. И у нас, в принципе, желание вот восстановить те территории, которые прежде входили в состав Российской империи, только они добровольно входили, мы их не завоевывали, а турки все это завоевывали. Турки это узбеки, вот, чтобы все было понятно. Вот Узбекистан есть, Ташкент, вот это родина всех турок. Одни ушли на север, туда Хакасия, Абакан, вот, и даже чуть-чуть Южная Якутия, Красноярские какие-то там горы, Архонские надписи там есть, Киргизия. Вот одно племя, как бы. А вот узбеки пошли на запад. У них была ситуация, жара нестерпимая, засуха, нечем кормить людей. Вот сегодня 600 человек уже погибли в Южной Канаде, но они никуда не пойдут, жара спадет, и у них есть Северная Канада. А у этих ничего не было. На восток идти, там индусы, афганцы, все занято, и Иран тоже, там перенаселенность. Вот они пошли на запад, завоевали все, Южную Европу, так сказать. И вот сегодня они все оставили, и у нас напряженные отношения, поскольку мы 12 раз воевали с ними, практически каждые 25 лет, и всегда побеждали. И флот их громили всегда. И они остались вот в той территории, которая есть, но благодаря Ленину. Поэтому у них смешанные чувства. Царская Россия громила-громила, и остался вот кусок Турции, который сейчас, но он остался тоже только благодаря русским через Ленина, который решил, что раз они против Запада, давайте им оружие дадим, деньги дадим, советников и так далее. Поэтому это сложная вещь. С одной стороны, коварный Восток, вот тот же самый Мевлюд Чавушаглу, министр национальных дел, он был председателем парламентской ассамблеи Совета Европы. Десять лет назад его срок полномочий закончился, он приехал в Москву попрощаться, ко мне зашел. Так все тепло, все хорошо, хотя я уже в Страсбург не ездил. Но он хорошо меня знал, поскольку туркам очень приятно, что в России есть человек, который с ними говорит на их родном турецком языке. Вот. И вот он тоже, давай-давай, приезжай, все, устроим отдых, все, и ничего не сделал. Мне это не надо, так подать это. Но он сам предлагал. До этого приезжала группа бизнесменов турецких, помочь им выйти на наши банковские структуры. Я помог, Сбербанк там имел филиал, один банк турецкий был практически филиалом нашего Сбербанка. Они хотели поставить своего управляющего, я помогаю им все. И опять приезжайте, вот у нас там, вот типа Анталия, там Кемер, все эти курортные поселки. Все для вас, отель, вилла, все, что хотите. И опять ничего. И опять ничего не прошу. То есть у них восточный вариант, они готовы задобрить, берите, вот все дадим. На самом деле ничего не дают, а чисто вот такой. Алчность, захватить все, отуречить все. Националисты очень такие, они как бы самые ярые. У них организация есть, серые волки, босс-курт. Это у них как бы вот знамя такое, то что как бы ярые-ярые националисты. Только турки никого не признают и мучают куртский народ. Если бы не Ленин, сейчас бы был большой Курдистан, большая Греция, большая Болгария, большая Армения. И турок вообще не должно быть. Они были бы полностью вытеснены. И остатки вернулись бы в Узбекистан. А так их, конечно, около 200 миллионов. И Турция, и Средняя Азия наша, и некоторые южные регионы Сибири, типа Абакан, Хакасия. И, естественно, Западный Китай. Уйгуры, Дунгани, Кашгар, это все тюркоязычные племена. Как у нас Балканы. Но это все-таки не один язык. Мы сербов не очень хорошо понимаем. Болгар, нам все нужен переводчик. Тем более македонцы, словенцы, хорваты. Различия есть. Так и турки. Киргизы не очень хорошо поймут турок, а тем более хакасы. Вот, так что казахи тоже отличные языки. Они как из одной группы, германская группа языков. Но датчане же это же не немецкий язык. И голландцы это все-таки не немецкий. Много схожего, но все-таки это разные языки. Но культурно как бы это вместе с соседями. Вот они, значит, с нами готовы дружить. Хотят. Потому что овощи и фрукты им продавать некуда. Рядом такие же страны, как они. Сирия, Греция. Кто у них будет покупать? Только на север. На севере мы. Избыток рабочей силы. Европе уже не надо. И Германия уже устала от турок. Уже 50 лет там эти турки сидят. Тогда к нам опять. И здесь можно было бы использовать, вот строить дороги. Второй БАМ. Строить, так сказать, наши вот проселочные дороги. Потому что Хушнулин просит рабочую силу. Тем более он татарин. Он бы с ними хорошо договорился. И десятки, сотни тысяч турецких рабочих нам бы за пять лет построили бы все дороги. А где надо, построили бы и жилье. Это у них отработано. Хорошо. Они быстро, хорошо, качественно строят. В том числе и ширпотреб. Любой завалят. Как говорится, тоже никакой не будет у нас цены рухнуть. Но в военном отношении они нас подвели к жесткому карибскому кризису. Вот они разрешили поставить ракеты против нас в 1962 год. Через год карибский кризис. И в основном это вот турецкие ракеты. Если бы их не было в Турции, Хрущев бы не пошел на установку наших ракет на Кубе. Поэтому не только воевали с ними 300 лет. И 12 раз большие войны. Но они еще подвели мир к ядерной катастрофе. Еще чуть-чуть бы и могла бы случиться война, которая, может быть, и сегодня бы еще имела последствия. Поэтому они, в принципе, хотят с Европой быть. Но их не пускают, потому что они турки, мусульмане. Европа боится. Европа платит им деньги. И Иордании, и Ливану, лишь бы они там удерживали беженцев из Сирии. Куда лучше дать деньги Сирии? Сирия была бы уже восстановлена, и все бы сирийские беженцы вернулись бы в Сирию. Вопрос был бы решен. А так, они дают деньги туркам. А турки же держат этих беженцев как такое пугало. Будете нам оскорблять турок, мешать туркам, мы вам запустим миллиончик беженцев в Европу. А там три миллиона у них в западной Турции чисто сирийские беженцы. С одной стороны, доход. Несколько миллиардов получается из Евросоюза. А с другой стороны, оружие, чтобы держать в страхе Европу. А сирийцам это нравится. Они отдыхают в лагерях. Ничего не делают. Их кормят. Медицина какая-то, школа и так далее. То есть, очень глубокий противоречий. Но современная экономика... А вот то, что строится канал Стамбул, объявлено строительство. Здесь какие для нас опасности? Ну, здесь самая большая опасность. Они за деньги пропустят любые корабли через Босфор. Они сделают какую-то скидку, чтобы было дешевле, чем через Босфор. А канал Стамбул, чисто к ним идет доход. Он не имеет международного статуса. То есть, они придумали хороший вариант. В экономическом плане огромные доходы. В военном отношении они будут, так сказать, как бы, ну, манипулировать. Заставлять нас что-то делать. То есть, оружие, так сказать, такой шантаж. Шантажировать нас. Запустим все военные корабли НАТО через пролив Стамбул. Это нам резко обстановка обострит. А если русские хотите, чтобы мы не пропускали, платите. Мы им платим, не пропускают военные корабли в Черное море. Те платят, пропускают. У нас есть адекватный ответ. Ну, адекватный ответ. Конечно, им все равно выгодны все экономические связи с нами. Поскольку газ идет и к ним, и в Южную Европу. Мы строим им атомные станции. Никто не будет строить атомные станции. Этот проект АККУЮ. Они с нам сбрасывают все лишние фрукты, овощи. Строительная техника. Ширпотреб. Но они боятся курдов. У нас самое лучшее оружие – это курды. При советской власти мы их держали в жестких ежовых рукавицах. Мы давали оружие курдам. У курдов свои боевые отряды. Они тоже горные горцы. Живут в горах. Это их исконная родная территория. И они за нее будут биться сколько хотите. Турки – кочевники. Они пришли. Они, так сказать, только пять столетий там находятся. А до этого там их не было и близко. А курды исконные живут. Поэтому, если турки будут вести себя не так, как надо, мы объединимся с Ираном. Иран ненавидит турок. Поскольку Иран хочет сам господствовать на Ближнем Востоке. И мы курдам дадим оружие. И от турок ничего не останется. Какой вариант можно сделать? В мраморном море, на острове, в тюрьме сидит уже лет 20, значит, Абдулла Аджалан, лидер турецких курдов. Его любой призыв начать войну с турками, моментально вспыхнет вся восточная Турция. Его надо освободить. Вы же помните, Скорцени в горах в гостинице освободил Муссолини. Да, был такой факт. Морпехи могут подъехать к этому острову, освободить Абдулла Аджалана и его направить, допустим, в Армению. Там он будет сидеть, руководить боевыми отрядами. Плюс, все газонефтепроводы, которые идут с востока через Турцию в Европу, они курды готовы перерезать. И вся вот эта торговля Турцией с Западом, с Южной Европой прекратится. Поэтому самое мощное оружие у нас этническое. Курды против турок, они вечно против них. Армяне. Это с удовольствием. Если дать оружие, им Арарат вернуть нужно. Карс город, Ардаган город. Не путать с фамилией Эрдоган. Это турецкий президент. То есть мы помогали им. Мы спасли его от переворота. Почему? Он нам не друг. Но вместо него поставили бы чисто проамериканского президента. И нам было бы тяжело. И в Сирии, и на Кавказе, и везде. Поэтому вынуждено, да у нас такая дружба с турками вынужденная, добровольно принудительная. Нам приходится с ними дружить, поскольку то, что будет вместо Эрдоганов в Анкаре, это худший вариант для нас. Но он боится. Он прекрасно понимает, что у нас рычагов против него куда больше. И армяне, и курды, и даже азербайджанцы, которые не очень желают, чтобы турецкий флаг развивался рядом с азербайджанским. И персы, а все арабы. Но они ведь тоже ведут свою хитрую контр-игру. И на Кавказе, мы же видим, на Закавказе, и на Южном Кавказе, мы же видим сейчас их колоссальное углубление отношений с Азербайджаном. Мы видим, как они активно работают в Средней Азии, как активно они работают в Российской Федерации. То есть они тоже серьезно относятся к контр-игре. То есть такая непростая ситуация. Конечно, конечно. Если американцы на них сделают ставку, то нам придется очень тяжело. Если им дать им больше оружия, а солдат у них хватит, и больше свободы, то они везде свои войска введут. И в Туркмению, и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия. И, так сказать, могут шуметь по Волжье. Татары, Башхиры, Хакасия и так далее. Это, конечно, нам представляет определенную опасность. Но они потонут. Поскольку эти новые государства говорят туркам, давайте, помогайте. Но где деньги взять туркам? Мы же им все строим, все делаем. Это мы им даем. Поэтому у них есть военная сила. Но сегодня военные силы уже поздно что-либо делать. И даже Ашхабад не хочет, чтобы там турецкий флаг развивался. Там они говорят, давайте, значит, один народ, две страны. Но две страны. Не Турция, а Туркмения и Турция, Узбекистан и Турция, Киргизия и Турция. То есть они готовы принять помощь. Пусть готовят их офицеров, их студентов. Но соглашаться на слияние в одно государство Туран, о чем мечтает Эрдоган и все турецкие националисты, это не получится. То есть они готовы принимать помощь. Как у нас в Восточной Европе. Давайте, кормите их. А как перестали, они побежали на Запад. А как в Турции обстоят дела с правами человека, с той любимой американской темой? Почему американцы не замечают у своего столпа в НАТО прямых нарушений прав человека? Только с одной целью. Чтобы он занимал хоть чуть-чуть антирусскую позицию. За это ему готовы упростить все. Тюрьмы переполнены. Сотни тысяч журналистов, преподавателей, учителей, политологов, все сидят в тюрьмах. Интеллигенция, офицеры. Целая турецкая армия сидит в турецких тюрьмах. Поэтому там возможен военный переворот. Если тюрьмы освободить турецких офицеров, которых он посадил после попытки военного переворота. То есть за то, что он, Эрдоган, готов влезать в Среднюю Азию и с юга нам угрожать, в Кавказ, в Южный Кавказ. Они что предложили сейчас? Три-три. То есть три республики Азербайджан, Армения, Грузия и три страны. Россия, Турция, Иран мы как бы регулируем. Но регулирование-то в пользу Турции будет, поскольку Азербайджан говорит по-турецки. Там иранского мало. А Армения вообще ненавидит турок. Грузия тоже не желает, чтобы Батуми постепенно стал турецким. Поэтому у них проектов много. Но ничего не получится, поскольку уже невозможно сегодня отуречивать людей. Люди этого не хотят. Но как провокация, если американцы вдруг сделают ставку на турок, именно на весь юг Средней Азии и Южный Кавказ, то нам придется воевать. А это американцам выгодно. На Украине мы должны какие-то действия принимать, такие военного склада, может быть, в будущем. И весь юг Средней Азии, а тем более сейчас Афганистан. Ведь какой план у них? Они уже туркам отдают Кабульский аэропорт, чтобы турки там формировали боевиков, как Эдлиб на севере Сирии, так и там. И эти все банды ворвутся в Таджикистан и сомнут в Туркмению и Узбекистан. Там прямая граница. То есть с той стороны Афганистана живут те же таджики, те же узбеки, те же туркмены. И они с удовольствием пойдут по дороге боевой славы их дедушек, басмачей 30-х годов, которых Красная Армия победить не могла. Она открыла границу с Афганистаном, их туда выдавила. И они с женщинами, с гаремом, с золотом, с шатрами, с юртами ушли туда. То есть там сейчас воюют с нами или будут воевать. Внуки, вот пуштуны, талибы, это пуштуны. Они не хотят Среднюю Азию. А южный Афганистан... То есть пуштуны как раз, если угодно, потомков басмачей выдавят обратно. Да, да. Вот они с удовольствием их, пуштуны, выкинут сюда, чтобы создать Пуштунистан, весь Пакистан и западный Афганистан. И закрыть границы на запад и на север и на юг. И жить спокойненько. Пуштунистан там 250 миллионов населения, крупное государство. А вот остальная часть Афганистана будет воевать с нашими людьми и в Дюшанбе, в Ташкенте, в Ашхабаде. Это же трудно остановить. Американцам выгодно большой очаг войны на долгие-долгие годы. Потом поджечь западный Китай. Уйгуры, Дунгани, Кашгары тоже там будут... Уже сейчас готовят в Киргизии, в лагерях уйгур, боевиков. И там поджечь. Беспокоить Китай. Все-таки там 30-40 миллионов тюркоязычных. То есть хорошая карта. Разыграть турецкую карту. Беспокоить с юга Россию. И с запада Китай. С запада. И все турки делают. Надо только им дать добро. Ребята, давайте. Да еще денег дать. И будет платить то Евросоюз. Чтобы исключить поток беженцев в Европу, несколько миллиардов в год турки будут получать, так сказать, ни за что. Это выгодно. И оружие там же, и наркотики там. Огромный поток наркотиков. И формирование банд. И мы будем биться с этими бандами и басмачами уже под Уралом, под Сибирью, по Волжье. Асаха они не всю захватят. Там и Иран претендует, и турки, так сказать. Там уже русских становится все меньше и меньше. Пока еще они есть. Но постепенно их будут выживать. Рядом граница с Казахстаном, там уже, когда ехать Южная Астраханская область, там уже одни казахи и тюркоязычные народы, русские, постепенно уходят. Там стоят наши авиационные полки. Оттуда летают наши мощные самолеты. То есть надо готовиться к большой войне на южном направлении? Да. Да, южное направление. И она не будет мировой, и она не будет ядерной. Она будет обычной, но их много. Очень много. И оружие будут поставлять. Посмотрите уже у них эти беспилотники. Это же благодаря беспилотникам Азербайджан одержал победу. Только беспилотники помогли ему. А эти беспилотники будут летать на всей Азию, Южная Россия, на Украине. И что мы будем делать? Нам придется воевать. И с Киевом, и с Анкарой. А это американцам и надо. Опять Россия агрессор. Россия не значит... Но тогда, получается, если ваш прогноз окажется верен, то осуществится многовековая мечта русских царей? Да. Босфор и Дарданеллы будут русскими? И там придется брать. Придется брать. Там, так сказать, условия такие, что... Однажды турки обещали закрыть Босфор для прохода советских военных кораблей. И один советский адмирал сказал, когда мы другой канал пророем, для этого у нас есть всего две ракеты. То есть вот то, что строит сейчас Эрдоган, вот в этом же направлении можно было ударить специальными ракетами, и будет проход как раз в Мраморное море. 45 километров. Пожалуйста, у нас будет другой канал. Босфор закрывает, и мы по другому каналу выйдем из землянного моря. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Всегда большое удовольствие с вами беседовать. Вы слышали Владимира Вольфовича Жириновского, председателя партии ЛДПР и выдающегося специалиста.